Губернатор округа Александр Цибульский поручил организовать сопровождение проектов по благоустройству сельских территорий. Поддержать муниципалитеты при реализации проектов, которые получили финансирование из бюджета округа, предстоит профильным региональным ведомствам. В данный момент проводится работа по подготовке соглашений по предоставлению субсидий муниципальным образованиям в рамках распределения средств, предусмотренных на реализацию проектов инициативного бюджетирования. На получение окружных средств для благоустройства муниципалитетов с начала года было заявлено 23 проекта. Все заявки были допущены ко второму этапу отбора. Победители определены по наибольшему количеству набранных баллов. Общая оценка по каждой заявке выводилась исходя из таких критериев, как доля софинансирования из небюджетных источников, социальная значимость, наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания объектов общественной инфраструктуры. Мы этой работе будем основное внимание выделять. Было распределено 10 миллионов рублей, но по вашему поручению мы будем доделать еще на 9500 сейчас заявку, чтобы закрыть все 23 проекта. Сейчас выделено на 13. В свою очередь Александр Цибульский отметил важность сопровождения инициатив граждан по благоустройству территории с момента заключения соглашения и до окончания реализации проекта. Сейчас очень важно сопроводить наши муниципалитеты, потому что вы помните, у нас иногда возникали проблемы неосвоения этих средств из того, что наши муниципалитеты не могли грамотно оформить документы и провести все процедуры, которые необходимы. Поэтому я прошу вас вместе с департаментом подключиться к этому вопросу и отработать прямо в ручном режиме с каждым муниципалитетом по каждому проекту. Муниципальным образованием выделят субсидии из окружного бюджета 10 миллионов рублей. Максимальный размер субсидий 1 миллион получит администрация поселка Искателей на благоустройство зоны отдыха в районе Захребетной Курьи. Остальные средства будут распределены между другими муниципалитетами. Так в конкурсе одержали победу такие проекты, как приобретение уличных тренажеров и игровых элементов для детских площадок в Пустозерском сельсовете. Они будут смонтированы сразу в трех населенных пунктах, таких как Оксина, Хангурей и Каменка. В Нижней Пёше появится хоккейный корт. Спортивные площадки будут сделаны в селе Тельвиска и Виска. В Шойне, например, будет благоустроена набережная, там установят арт-объект «Я люблю Шойну». Тротуары будут отремонтированы в Верхней и в Нижней Пёше, но и много других проектов в других населенных пунктах также будут реализованы. По условиям конкурса из окружного бюджета каждый проект может быть профинансирован в объеме не более 89% от необходимых затрат. Доля муниципального образования должна составлять не менее 10%. Граждан, предпринимателей и юридических лиц не менее 1%. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием.